Привет, друзья! Сегодня буду рассказывать вам о своем новом супер-пупер миксере KitchenAid Artisan. Именно этот миксер появился у меня сравнительно недавно, но те, кто давно подписан на мой канал, знают, что с самой маркой KitchenAid меня связывает уже давняя многолетняя любовь, дружба. Каких только девайсов уже не было, обо всех старался рассказывать. Много лет на моей кухне простоял маленький, ну, сравнительно маленький миксер KitchenAid Artisan цвета зеленое яблоко, о котором тоже есть свой обзор, ссылку можно найти в описании. Сегодня буду рассказывать об этом большом миксере, который уже можно отнести к профессиональной тяжелой, так сказать, артиллерии. Как всегда, традиционно начну с внешнего вида. Хотя, то, что касается безупречного, узнаваемого дизайна миксера в KitchenAid, ну, какие-либо комментарии здесь, на мой взгляд, излишни. На него достаточно посмотреть, ну, и не влюбиться просто невозможно. Какой красивый, с абсолютно идеальными, как я уже сказал, безупречными линиями. Цвет я выбрал карамельное яблоко, на мой взгляд, во всей линейке KitchenAid это цвет самый эффектный, самый удачный и самый универсальный. Он прекрасно вписывается в любой интерьер, идеально встает на кухню любого стиля. Все детали миксера выполнены из металла, он покрыт красивой глянцевой эмалью, ввиду материала миксер достаточно тяжелый. Но я всегда говорю, что в данном случае, в отношении такой техники, вес внушает больше мыслей о надежности и долговечности. В основании миксера имеются специальные силиконовые прокладки, которые позволяют ставить миксер на любую поверхность, ее не повреждая. Ну, и кроме того, они обеспечивают миксеру устойчивость. Если говорить о том, что в первую очередь меня привлекло в этом миксере, то это даже не его внешний вид. Это мощность. 1,3 лошадиных силы мощность двигателя этого миксера. То есть у меня здесь на стойке лошадь и ее треть. Какая часть вам больше нравится, выбирайте сами. Миксер действительно очень мощный, рассчитан на работу с большими нагрузками, но при этом он сравнительно бесшумный. Особенно на невысоких скоростях работает он так достаточно приятно, ну, почти бесшумно, сравнительно бесшумно и без истерик, как это бывает со многими миксерами. Нет, здесь такого нет. И даже на высоких скоростях звук этот, на мой взгляд, достаточно приятный. И даже на самой высокой скорости его не приходится особо перекрикивать. Можно говорить очень спокойно. Рычаг переключения скоростей традиционно находится сбоку. Скоростей всего 10, при этом 7 ступеней. Все нечетные, кроме единицы, проигнорированы. Но, как мне кажется, и ступеней, и скоростей вполне достаточно для реализации всевозможных рецептов. Очень мне нравится в этих больших миксерах механизм подъема чаши. Как видите, моторная головка здесь неподвижная. Она не поднимается, не опускается. Поднимается и опускается здесь чаша с помощью микролифта. И специального рычага, который находится с противоположной стороны от переключения скоростей. Ну, само действие мне, правда, очень нравится. Создается ощущение, что я работаю с каким-то серьезным станком на каком-то заводе. Михаил Ильич, поддай жару! Подняй чашу, опусти чашу! Вера, майна, вера, майна! Я забыл, Вера, майна, куда и куда? Напишите в комментариях. Дополнительно на чашу всегда можно поставить защитный пластиковый такой прозрачный обод, который защищает от разбрызгивания, расплескивания ингредиентов во все стороны. Особенно, если вы добавляете их в чашу при работающей насадке. Сама чаша здесь также достаточно большая. Объем ее 6,9 литра. Выполнена она из нержавеющей стали, кромированной, обтекаемой, с удобной ручкой, где есть даже отверстие под пальцы. Чаша фиксируется на миксере на специальных штифтах. Достаточно прочно и в то же время легко, без особых усилий. Снимается точно так же. Ну и теперь, конечно, о насадках, которые есть в комплекте. В моем случае наиболее часто используемой насадкой является венчик. Очень люблю готовить разнообразные муссы, меренги. Благодаря своей такой сложно сочиненной конструкции в сочетании с большой мощностью двигателя венчик справляется со своей работой на ура. Очень быстро взбивает белки до стойких пиков. Легко справляется с взбиванием меренги, разнообразных муссов. Идеально использовать его для приготовления какого-то жидкого теста. В общем, штука очень универсальная. Вторая по популярности насадка – это лопатка из нержавеющей стали. Такая красивая, хромированная, гладкая. Прекрасно справляется с приготовлением более густого теста, перетирает, смешивает до полной однородности. Я, например, эту насадку использую даже для приготовления картофельного пюре. Ну, нет у меня до сих пор толкушки. Приходится пользоваться миксером. Ну и, конечно, крюк для замешивания более тугого теста, хлебного теста, для пиццы, пельменей, чебуреков. В общем, со всем этим миксер также справляется на ура. Эта насадка также очень красивая, такая обтекаемая, хромированная. Вот нравится мне в марке KitchenAid такое внимание даже к небольшим деталям, ведь они также доставляют большое удовольствие в работе. Насадки фиксируются легко, просто без особых усилий. Одним движением руки снимаются точно так же. Как вы знаете, кроме базовых насадок, которые входят в комплект, у марки KitchenAid есть масса других разнообразных насадок. Мясорубка, насадки для пасты, соковыжималка, кухонный процессор. В общем, чего там только нет. Большинство дополнительных насадок устанавливается на миксер в специальное отверстие, гнездо, которое закрыто заглушкой. И в случае с этим большим миксером, на мой взгляд, заглушка эта устроена гораздо более удобно. Она не вкручивается, выкручивается. Она просто откидывается, приподнимается, и уже с помощью специального фиксирующего болта устанавливается насадка. Это, мне кажется, более удобно. Чуть не забыл, очень большой плюс миксера в KitchenAid, то что вы можете отрегулировать расстояние между чашей и насадкой. И делается это даже не микролифтом, не рычагом, не подъемом, упусканием чаши. Делается это с помощью специального болта, который находится вот здесь, в середине. Немного провернули его в одну сторону, и расстояние от чаши до насадки увеличилось. В другую сторону, и оно сократилось. И это позволяет работать даже с очень небольшим количеством ингредиентов. Несмотря на всю свою мощность, на весь свой размер, на то, что он, в общем-то, рассчитан на большое количество продуктов, этот миксер легко справляется с взбиванием даже одного белка. По поводу ощущения надежности и долговечности девайсов KitchenAid я уже говорил. И это ощущение марка подкрепляет тем, что именно у этого миксера, большого KitchenAid Artisan, как и у других миксеров KitchenAid Artisan, гарантия 5 лет. 5 лет марка гарантирует безупречную работу этого миксера, в случае чего всегда можно обратиться в сервисный центр. И это, на мой взгляд, очень-очень круто. Не знаю, успели ли вы за время моего небольшого рассказа уже влюбиться в этот прекрасный миксер. Лично я уже влюблен в него, ну, если не до бесконечности, то, по крайней мере, люблю его очень крепко. Он уже помог мне в реализации множества рецептов. Все их можете уже посмотреть на канале, и они еще обязательно будут в будущем. Подробный обзор вы также можете почитать в влоге. Если у вас есть какие-то сомнения, вопросы, дополнения, не стесняйтесь писать в комментариях. С вами был Саша, Кукин Тайм. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!